Дуэт из второго акта «Лебединого озера». Танцуют Римма Карельская и Борис Хохлов. Героический стиль Мариуса Петипа, знаменитого балетмейстера второй половины прошлого века. Дуэт драматичен. Активную роль играет танцовщица. Позы бравурны. Каждое движение насыщено энергией и волей. КОНЕЦ Мне в каждом спектакле хотелось не просто протанцевать, а прочувствовать душой, всем своим телом и рассказать то, что я чувствую. Я не могла каждый спектакль одинаково причесаться. Мне все время хотелось что-то поменять. Я почти все костюмы привозила из-за границы, хороший материал. Шили, конечно, мастерские. Покупала за границы, украшения все. Но я была фанатик настоящий. А я вам объясню. Потому что кроме Большого театра у нас ничего не было. Я жила в шестиметровой комнате в деревянном доме без воды, без газа, без туалета. Я топила печку, готовила на керосинке, никаких телевизоров. Поэтому я прослушала все оперы, если я была свободна. Я ходила на все спектакли. Так что для меня Большой театр – это был дом родным. В этот вечер у Ланова танцевала. Жизель. А ночью должна быть съемка. А у меня на следующий день была «Лебединая». А Леонид Михайлович хотел, чтобы снималась я в «Мерте». Я говорю, Леонид Михайлович, ну что-то это быстро, ночь. Я говорю, ну как, у меня же «Лебединая» на следующий день. В общем, короче говоря, темп был немой, мне было не очень удобно. Потом массу кусочков там вырезали, сокращали. Я ушла из театра в 8 утра, а в 5 я уже была и танцовала «Лебединое озеро». Очень много танцовала. От многого все, что мне давали в театре, я отказывалась. Я боюсь поддержек. Мне, например, предложили хозяйку «Медной горы». Но когда я пришла к Володе Васильевой, там такие были поддержки, я пришла к Григоровичу и сказала мне, я боюсь. Я репетировала с Мариной Тимофеевной, с вами, Парижем. Ну там второй акт, она была такая, фрейлина. А по сей акт с флагом ее носили на стульчике. Это я тоже боюсь, я тоже отказалась. Знаете, я сама такая очень к себе строгая и вот не могла перебороть вот это чувство страха высоты. Со школы еще, когда у нас был педагог поддержки Юра Кондратов. Знаете, вот такая вот ласточка есть. Так вот ставил он вот так мальчиков, а вот так девочек. Подбежали, ассамбле, ласточка. Я подбегала и останавливалась. Еще раз, еще раз. Я тогда пяти раз, а потом у меня и выгонял из класса. Я не могла это делать. Я боялась. Боюсь высоты. Так же вот приехали в Париж, все полезли на Эфилову башню. Я вошла, подняла голову, она вот так шатается. Я говорю, я вас всех жру в сквере. Я так и не полезу. А как я осталась вот здесь, репетитором? Меня вызывает Григорович и говорит. Рима, я слышал, ты уходишь. Ты же еще в прекрасной форме. Нет, я говорю, Юрий Николаевич, хватит. Я много танцевала. Сейчас пришло много молодых. Надо уступать дорогу. Я хочу, чтобы ты осталась. Как репетитор, как педагог. Но только у меня нет ставки. Ты останешься? Я говорю, Юрий Николаевич, конечно. В Большом театре остаться. Да я пойду в церковь, свечку поставлю. И я четыре года работала без плана. Плечи опущены. Постой, не поворачивайся. Стой. Сейчас уже совсем другое поколение, которое приходит, она уже через год, а может даже в этот год, танцует балет. Поэтому я даже, понимаете, стесняюсь ей что-то сказать. Открыть, опустить. Потом такого имиджа, как у Семенова, у меня нет. Это она могла делать все, что она хотела. Я себе такого не разрешаю, потому что я не считаю. Понимаете, уровень свой и Семеновский – это небо и земля. Я заранее продумываю класс утром. То есть я могу дать, конечно, класс сходу, но хочется придерживать какой-то системы. Я, во всяком случае, считаю, что Бог послал мне хорошую судьбу. Прожить в этих стенах, перетанцевать масса спектаклей, даже кордобалетных, не говоря уже о сольных, это великое счастье, которое дается ей так часто. Не знаю, судьба ли, Бог ли мне помог. Но я, конечно, кланяюсь в пол большому театру. И балету на всем театру. Игорь Негода. Спасибо. 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 Спасибо.